Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня буду рассказывать вам про метод резания рассады. Вот этот метод разрезания рассады пополам чаще всего применяют для улучшения вытянувшейся и переросшей рассады. Я вот в теплице занесла специально сюда такой один экземпляр. Тут он на цветном фоне сливается, но я поближе подойду и покажу. Вот смотрите у него. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять листьев. У рассады десять листьев. Она уже взрослая, у нее уже скоро цветочная кисть покажется. Тепла все нет и нет. И она немного уже, как вы видите, начинает вытягиваться. Я бы не сказала, что она сильно хилая и такая истонченная. Вот мой мизинчик. У нее очень толстый ствол, чуть тоньше мизинца, хотя она еще в рассаде. Но она очень-очень-очень длинная. В это время она уже должна быть у меня в теплице. Но никак погода нам не позволяет. И вот глядя на нее, я сегодня решила, что нужно рассказать про метод резания. Вот такая рассада, если долго не будет погодных условий, теплых, вполне пойдет у меня под нож. Ее можно разделить пополам. Я сейчас на схеме, лучше видно, я вам покажу на схеме, чтобы вы поняли, в чем заключается вот этот метод резания. Вот та же самая помидорка с теми же самыми листиками. Да, бывают у нас ситуации, когда погодные капризы очень долго не позволяют нам высадить помидоры на постоянное место. И в комфортных условиях, особенно в комнатных, наши томаты очень быстро перерастают и качество рассады ухудшается. Вот несмотря на то, что она у меня такая толстенькая, у нее хорошая корневая система, все. Но она такая длинная, с высадкой будут проблемы. Она вытягивается все равно со временем. Вот такую переросшую рассаду очень сложно высаживать. Она падает, иногда ломается, ее нужно или немного заглублять, или немного в наклон, все про это знают. Вот чтобы исправить ситуацию, опытные огородники проводят обрезку рассады. При этом для дальнейшего роста, что важно, пригодны обе части растения, и нижний, и верхний. Проводить такую обрезку желательно за 20 дней до высадки в грунт, то есть 3 недели срок. За это время обе части уже полностью превратятся вот такие в пригодные для высадки полноценные растения. Как правильно провести обрезку? Вот чаще всего по классической схеме ствол томата разрезают после пятого или шестого листа. Вот семидоли мы не считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пятый лист. Но если у вас рассада сильно-сильно тонкая и сильно длинная, и еще нет большого количества листьев, в крайнем случае, ну, можете 4 листа оставить и отрезать. При этом, вот нижняя часть растений, она будет продолжать расти так же. Если она у вас в стаканчике, пусть будет в стаканчике. Можно обрезать даже, когда они там сидят в лотке. Вот перетянулась, сильно вытянулась рассада. Постригите ее. И скоро вот из этих пазух появятся пасынки. Я сейчас про нижнюю часть говорю. Вот на моей, например, на моей томатке, эти пасынки уже есть. Видите, вот. Их даже не надо ждать, когда они появятся. Если я сейчас разрежу на две части, конечно, верхушки не будет. Значит, это будет большая стимуляция для появления вот этих пасынков. Они очень-очень быстро вырастут. Но для дальнейшего роста нам нужны только два. Вот два верхних пасынка вы оставите, а все остальные по обычной схеме удалите. Вот если сделать такую обрезку за 20 дней, за 3 недели, то к моменту высадки в грунт получится нормальная, не переросшая, стандартная рассада. Причем корневая система-то у нее будет очень сильно хорошо развита. Поэтому она вырастет очень-очень быстро. Она догонит всех. Несмотря на то, что ее обчекрыжили. При высадке в теплицу эти кусты мы будем продолжать формировать в два ствола. И на каждом из которых оставим 3 или 4 цветочные кисти. Вот так она будет у нас выглядеть. Вот нижнюю часть выращиваем через пасынок. Вот вместо обреза два пасынка оставили. И точно такое же растение будет, ну как и все остальные. Так, про нижнюю мы поговорили. Ничего с ней не произойдет. Она так, как росла сегодня, так будет расти и завтра. Вот верхняя часть, ясно, что она осталась без корней. Она будет более, как для адаптации, ей нужен более длительный период. Вот эту верхнюю часть, которую мы отрезали, нам необходимо опустить в какую-то емкость с водой. Для того, чтобы на стволе образовались дополнительные корни. Всем известно, что томат образовывает корни даже и без воды. Если влажность хорошая, тут будет такая борода. Но лучше опустить в воду. Можно добавить какого-то корнеобразователя, чтобы ускорить. И дней через 10, когда ствол уже покроется корешками, корешки уже будут не несколько миллиметров, например, а сантиметр или полтора сантиметра. Его можно также высадить или в стаканчик, или если их много у вас, то в лоток с грунтом. Но эту верхнюю часть в дальнейшем выращиваем как обычную и формируем в один ствол. Это обычное вот такое растение, которое было у нас в начале. У него здесь уже верхушка. После того, как образуются корни, тут очень-очень быстро появится цветочная кисть, потому что зачаток уже есть. И вот этим методом, вначале я сказала, что мы пользуемся для улучшения качества рассады, вот вытянутую, переросшую. Но обрезка томатов может выручить нас и в том случае, когда часть посева втеряется по какой-либо причине. Вот замерзает, погибает от черной ножки. Бывает, посадили 200, вынесли на закаливание, хоп, лоток замерз, осталось 100. Но это я просто говорю, как чисто символически. Там было, например, 60, осталось 30. Эта обрезка вам поможет, ведь при обрезке количество рассада увеличивается в 2 раза. Вот если у вас осталось после, например, замерзания или после черной ножки всего 40 кустов, обрезав вот такие вот взрослые полноценные растения на 2 части, вы получите в 2 раза больше, то есть восстановите население своих томатов. Все. Вот это прорезание томатов можно резать не только вытянувшуюся рассаду, переросшую, как я уже сказала, можно резать и вполне здоровую. Главное, чтобы у нее было необходимое количество листиков, чтобы она уже была почти взрослая. И потом не забудьте, что условия выращивания дальнейшие немного отличаются. Если вот этот корешок будет расти в 2 пасынка, через пасынок, то верхнюю часть трогать не нужно. Она будет расти в один ствол сама собой, как обычно. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это короткий вот такой обзор. Размножение рассады способом, методом резания или улучшение качества рассады этим же методом. Разрезаем на 2 части, получаем крепкую стандартную рассаду. До свидания.